Общественный активист Сергей Стерненко решил обжаловать решение Приморского суда о заключении его в СИЗО с правом внесения залога. Сам Стерненко утверждает, что на акции присутствовал как журналист и выполнял выданное ему редакционное задание от издания «Безопасный город». К тому же его защитники считают, что обвинения в нападении Стерненко на начальника полиции и других сотрудников сфабрикованы. Головин является начальником ГУН. Его опытует 20-11 его старший лейтенант. И видно, что это упередженный опыта, наперед подготовленный. Сначала он говорит, что была суматоха, ничего не понятно, толкучка, приблизно так, російською мову. А потом говорит, что в цей суматохе толкучки он увидел, как Стерненко его ударил в колено. Вот у нас вопрос к нему, как это могло быть для того, чтобы в суперечности он виноват, напрямую Стерненко, как активиста. Понял. Также защиту утверждают, что следственный судья избрал чрезмерно жесткую меру пресечения для Стерненко в рамках обвинения в организации массовых беспорядков. А вот прокуратура считает, что судья был прав. Когда человек подозрится, если человек уже подозрится и еще подозрится, это уже исключительно прямый риск. А нормой, которую оперировался следственный судья, самая из-за 194, это наявность оборудований и подозрений, а наявность достатных подставок вважать, что существует хотя бы один из рисков, предпоченных статей 177. Я не буду затягивать час и ствердить еще и другие риски, которые, на мою думку, есть. Но хотя бы один есть, и законность решения судья и следственного судья Иванова, она подтверждается. Адвокаты Стерненко после просмотра видеофрагментов событий в летнем театре настояли на допросе главного потерпевшего, начальника областной полиции Дмитрия Головина. Однако без документов, подтверждающего его состояние здоровья, суд отказался от вызова чиновника. На следующем заседании соответствующие материалы должна представить прокуратура.